И исправи стопы наших дел в запахе Твоих, молитвами при чистой Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. И исправи стопы наших дел в запахе Твоих, молитвами при чистой Своей Матери и всех святых. Помилуй Ты, спаси от нас, яко благо человека любит. Из беседы святителя Анатолуста, послание к Колоссянам, третья глава. Но учайте и выжимляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Смотри, как снисходительен Павел, так как чтение утомительно и может наскучить. Он располагает не к повествованию, а к свалмам, чтобы ты вместе и увеселял душу пением, и не замечал трудов. Словословием говорит и духовными песнями. А ныне ваши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, пекарям и танцовщикам. Салма же никто ни одного не знает. Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным. Итак, учение есть как бы какой благотворный источник. Это четвертый век, а сегодня уже у нас идет двадцать первый век. Многое что изменилось. Научи сына петь те преисполненные любомудрия псалмы, например, сначала о воздержании или прежде всего о несообщении с нечестивыми. То есть, псалом в самом начале книги с этой-то целью пророк начал отсюда, говорят, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит с людьми лживыми. Еще тот, в глазах которого презренно отверженный, но который боящийся Господа славит. Псалом 14 и 25. А в обращении с добрыми это тоже найдешь там и многое другое. А в воздержании чрева, об удержании рук, о нестяжательности, о том, что и деньги, и слава, и все подобное есть ничто. Если научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Пачка-пачка. «Когда он будет сведущ в столмах, тогда узнает и гимны, представляющие собой дело более святое, так как высшие силы гимнословят, а не псалмословят. Неприятно сказано похвала в уста грехника». Иисус Атану Сарахова, 15 глава. «И опять глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне», сотый псалом. «И опять не будет жить в доме моем поступающий коварно этот же псалом. И опять кто ходит путем непорожности, тот будет служить мне». Таким образом вы должны опасаться, как бы они ни завели связи не только с друзьями, но и со слугами. Бесчислено бывает зло для свободных. «Если представляем к ним развратных рабов, если едва спасаются они, пользуясь попечением и помудрим отца, то что из них будет, когда верим их в беспечности слуг? Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не дойдется ничего мерзкого, ничего нечистого. «Если пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь». «Берись за дело прежде всего, помолившись Богу». «Хочешь ли что произнести, поставь это наперед, потому-то и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа». «Где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя Христова». «Ешь» – «благодарим Бога с решимости тоже делать и после». «Спишь» – «благодарим Бога с решимости тоже делать и после». «Идешь ли на площадь» – тоже делать. «Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно». «Что не запечатлеешь именем Божьим, все выйдет счастливо». «Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дела». «И что значит, что вы делаете словом или делом?» «Это указывает или на допускающего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылал раба. Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Длинное и великое имя его, кто делает это, тот помощником имеет Бога, без которого не дерзал ничего делать. Таким образом, чествуемый призыванием Бог воздает обратно честь дарованиям успеха в делах. «Призывай сына, благодари отца. Призывая сына, ты призываешься отца. А благодаря отца, благодаря сына, Этому имени нет ничего равного. Оно всегда дивно. Имя твое говорится, как разлитая мира». Книга Песня, первая глава. «И кто произнес его, тот вдруг исполнился благоуханием. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Первое послание Коринфянам, 12 глава. «Вот как столь много совершается этим именем. Аминь». «Они все, Господь». Завтра в 8 часов утром молитва. Что? Так, кто готовился к Иисусу, и оставайтесь. Садитесь с миром, отдыхайте. Садитесь с миром, отдыхайте. «Домой пошли?» «Нет». «Аминь». «Домой пошли?» «Нет». «Аминь». «Зачем?» «Пероделся я уже, он сурган. «Он говорит, все, наиск. Пошли туда». «Вы тогда оставайтесь». «Что случилось?» «Ну я беру мобору». «Пойдем». «Правильно?» «Чищем. «Я так разбиралась». «Я так разбиралась». «Нет». «Эзина» «Я так ВС» «Я так besoin». « Ooo